Километры ограды из колючей проволоки, смотровые вышки и не единой души вокруг. Это не тюрьма, а военная база российского морского флота. Появилась она на живописном берегу Иссыкуля почти 70 лет назад, когда современный Кыргызстан был в составе Советского Союза. В Койсары была торпедная база, а примерно в 16 километрах отсюда был подземный завод, где добывали водород из озера. Ведь сюда нужен был водород. А это Каджисай. В его недрах когда-то скрывалась главная тайна сталинских времен. Подземная шахта, где добывали уран, если верить источникам для первой советской ядерной бомбы. Все эти секретные объекты прошлой эпохи усердно строили во времена Холодной войны, в период так называемой гонки ядерных вооружений. Сейчас, спустя три десятилетия, после развала Союза бывшие стратегические и секретные объекты стали популярными туристическими местами. А для местных жителей эти заброшки стали настоящей головной болью. Хотелось бы, конечно, чтобы она выступала так как промышленность, так как бы это очень хорошо. Но то, что вот еще плохо, то что означает, просто оставили, закрыли, может быть, зарыли и уехали. Легендарное озеро Кыргызстана Иссыкуль хранит в себе много тайн. Одна из самых интересных тайн связана с секретной военно-морской базой. Лишь после распада Союза и падения железных занавес ее деятельность была частично рассекречена. Здесь испытывали торпеды, в том числе знаменитые скоростные шквалы. Здесь испытывают торпеды, там говорят. Ну, здесь никто там не был. Ну, вот место, ну, там, оказывается, делится на зоны. Первая зона, вторая, третья зона. Первая, вторая зона, место обслуживает там. А туда вообще не пускают. Многочисленные испытания торпедные Иссыкули проводили во время Союза, когда ежедневно в озеро запускали по 5-6 ракет. Сейчас испытания проводят тут уже значительно реже, но по-прежнему российские моряки присутствуют тут по соглашению сторон. И говорят даже, платят аренду за земельный участок и часть озера, которую используют для испытаний. Сумму аренды ни власти местные, ни российские не афишируют. Из открытых источников известно, что Россия за все свои военные объекты в Кыргызстане, а всего их четыре, ежегодно платит около 5 миллионов долларов. В любом случае, местные жители этих денег никогда не видели. Наоборот, в них присутствует нам много плюсов, понимаешь. Они благодаря им, ну, сейчас, да, я вот сейчас я не могу сказать, вот это, в связи с чем они остановили эту работу. Они здесь нам помогали вот эту всю дорогу, проходили грейдером. Потом, я не знаю, в связи с чем они это перестали делать. У них, как военные машины, они по этой дороге без проблем проезжают большие грузовые, а легковые машины, нам это действительно тяжело. Ближайшее от базы селение называется Зеленым Гаем. Оно образовалось еще в 20-х годах прошлого столетия, как подсобное хозяйство первого санатория на берегу Исыкуля Койсары. В 40-х годах, после начала Второй мировой войны, в этот санаторий эвакуировали из Дагестана полигон и торпедный завод. Так тут и появилась военная база. Курорт Койсары, да. Потом его построили в горах, Дждоус. И вот туда перенесли курорт. А здесь образовалась воинская часть. А вот этот, уже после войны, когда курорт был, этот наш поселок был как подсобное хозяйство курорта Койсары, когда курорт был. Здесь рабочие работали, огороды тут, заготовка была, картошка, капусты, все овощи для курорта. Ну вот, а потом курорт, когда перенесли на новое место, а здесь образовалась часть, вот эта вот база. Это еще давно при Советском Союзе. И уже рабочие не нужны, здесь организовали пчелосовхоз. Владимир Кратов разводит пчел в Зеленом Гае. Как и многие местные, он лоялен к базе и присутствию российских военных на Иссыкуле. Владимир больше занят своими пчелами, о которых он может рассказывать очень долго. Ведь почти всю жизнь он посвятил им, полосатым трудягам. Сперва пасечникам в совхозе, а потом, когда казенное хозяйство развалилось, приватизировал участок с ульями и стал разводить немецких селекционных пчел. Я их воспитал по-своему. Сейчас я инструмент возьму. Я мед качаю, тут рамки. Мне инструмент взять. Вот этот инструмент. Вот могу показать вам жизнь пчел. Не бойтесь, пчелы у меня не кусаются, не жалятся. Так, заходите с той стороны. Вот спокойные пчелы. Я могу трясти, как хочу. Вы без маски работаете? Без маски. Ну, вы видите, шифица немецкой породы. Ну, тут уже три вида. Матка, рабочая пчела и трутень. Трутень это мужчина. У них нет жала вообще. Жалят обычно рабочие женщины. Агрессивные. Но она бесплодная. Только матка одна, только плодная. Вот. Она живет долго. Три-четыре-пять лет. Может даже шесть лет жить. Породная матка хорошая. До трех тысяч в сутки. Через 20 дней рождается в каждый день по три тысячи новых пчел. Пчела живет в весенне-летний период. Тридцать шесть. Тридцать шесть-сорок дней. Рабочая пчела живет. Она и зарабатывается. И погибает в поле. Умирает от старости. Вот так. А матка из того же яичка, плодотворенное яичко, может жить пять лет. Владимиру Кратову 75. На здоровье он не жалуется. Всем своим видом показывая, что мед – полезная сладость. Вот только пасочников в поселении стало мало. И пчелами сейчас тут занимается всего три семьи. Многие его коллеги уже давно переехали. В этих краях заняться нечем, кроме как собственным хозяйством. А дети у нас все, как и положено в России, работают, зарабатывают. Потому что молодежь здесь не удерживая, здесь интереса нет. Но вот они стараются работать, заработать. Мои дети тоже в России. Средний сын приехал с Норильской, старший в Якутии. Безработица медленно опустошает мелкие поселения и деревни в этих краях. В Каджесае когда-то проживало около семи тысяч человек. Сейчас население сократилось почти вдвое. Что такое советская власть? Советская власть есть путь к социализму, пройденный властями трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый. Гостей в этом живописном уголке Иссыкуля встречает Ленин на горе. Так что Каджесай сложно не заметить и проехать мимо. Он расположен между высокими хребтами Тиске-Лото и лазурным берегом Иссыкуля. Каджесае Тут добывали ураны, и поселок был образован в 1946 году. Из добытого отсюда урана в 1947 году впервые была сделана атомно-водородная бомба. Первыми тут работали 100 японцев и где-то 400 немцев. Инженеры были из Москвы. Каджесае работали в Москве. Каджесае разделено на несколько зон. В горах, в непосредственной близости к урановым шахтам, район называется промышленной площадкой. Рызбай Акматов здесь работает квартально. В 80-х он приехал сюда работать на шахте. К тому времени добыча урана прекратилась, и новым направлением стала добыча угля из той же шахты, откуда добывали уран. Из глубины от 100 до 300 метров добывали уран, а из глубины от 200 до 400-500 метров добывали уголь. Если вы знаете, у урана есть марки свои. У нас тут добывали 34-ю марку. Это уран для боеприпасов. А в Минкуше добывали уран для топлива. В Актьюзе, кажется, 37-я марка. Не знаю, для какой цели. В 1964 году закрыли урановую добычу, потому что они добыли все, что им надо было. Потом все снесли. Даже оборонительную фабрику. На их месте построили другой завод, электротехнический. Тогда же завод по переработке урана был перепрофилирован в электротехнический, который производил продукции для бытовой и военной промышленности. Завод электротехнический назывался. Изготавливали продукцию для военной цели, поставляли изделия для Байконура. Выпускали диоды и золотые диоды. Вы понимаете, что это все производилось для военной цели. В 60-х почтовый ящик закрылся, и Каджисай стал обычным промышленным поселком. В середине 90-х деятельность заводов остановилась, и поселок стал стремительно пустеть. А целые районы превратились в призрачные руины, на что теперь приезжают посмотреть туристы. Как наши родители всегда говорили, что так всегда была стабильность, промышленность, все это. Они идеализируют Советский Союз. Так как я не жила, я вижу только остатки, и я это не вижу. Не знаю, какой-то, наверное, часть истории, часть истории родителей, наверное. Жалко. Нет промышленности такой, что мы сами бы добывали. У нас нет, наверное, аппарата, разные техники, чтобы... До этого приезжают, наверное, иностранцы, китайцы в основном. Я думаю, я уже 12 лет в Кыргстане не желаю. Для меня это... Я приезжаю, и хотелось бы, чтобы мои дети знали, откуда они. Остатки шахт и обогатительной фабрики с хвостохранилищем здесь расположены на одной горе. Долгое время эти радиоактивные отстойники фактически оставались бесхозными. И лишь несколько лет назад власти начали рекультивировать и консервировать участки с опасными отходами. Все большие державы использовали ресурсы из менее развитых стран. Например, Европа, кажется, до сих пор добывает что-то в Африке. И Советский Союз был не исключением с его огромной территорией. Каджисай похож на все другие промышленные города и поселки. Как и все другие, их строили всем Союзом, когда они представляли государственный интерес. А когда коммунистический режим, пребывавший в кризисе, окончательно пал, то и людей эта система потянула за собой ко дну, в пропасть. В нашей стране всегда так было. Мы сами все раскапываем, вывозим и продаем все за дешево другим. Например, китайцы покупают у нас дешево руду для керамики и перепродают в Европу. Хотя мы сами могли бы этим заниматься. За 30 лет независимости Кыргызстана люди научились тут жить без работы на большом производстве, выращивая скотину и ягоды для продажи. Меньше повезло тем, кто остался жить в этажках, где нет своего огорода. Брошенных квартир тут много, потому что есть проблемы с водой. Вода очистительна нет, все трубы забиваются грязью, чистой воды нет. Масштабы разрухи лучше видны с высоты. От былого шахтерского городка остались лишь молчаливые заброшки, в которых все еще живут люди, словно оказались в ловушке. Те, кому повезло жить рядом с берегом, сдают свои дома туристам и строят новые гостиницы и закусочные. Для отдыхающих эти места почти райские. С одной стороны чистейшее озеро, с другой – живописные горы. Вот, говорят, туризм развивать. Видели наши дороги? Года два назад начали строить и до сих пор не достроят. Наверное, денег нет. Приезжает чиновник, делает вид, что работают. На камеру? Показуха такая. Людей за идиотов держат. Иссык-Куль называют «жемчужиной Кыргызстана», а его южный берег – самым диким и нетронутым краем. Здесь бы любоваться закатами, гулять по берегу и дышать свежим морским воздухом, а не заниматься губительной для природы и человека, тяжелой промышленностью и добычей полезных ископаемых, пользы от которой местному населению все равно нет никакой. Взять тот же крупнейший в Центральной Азии золотой рудник «Умтор», который расположен неподалеку от этих мест. За 30 лет добычи драгоценного металла регион так и не разбогател, лишившись вековых ледников и получив взамен очередную груду радиационных отходов. А сейчас что у нас? Главное – зарабатывать, главное – деньги делать, а забыли про природу, как говорится. Ну что, мусор часто где вы встречаете на берегу? Да здесь еще мало, там вообще тяжело, где этот мусорный этот, свалка. Гузик. Гузик. Здесь каждый в поисках своего золота, будь то высоко в горах в карьере, будь то на берегу, роя лопаты яму в песках. В промзонах весь цветмет давно сдали, теперь охотятся за черным металлом. Я знаю, что для многих искателей металла вот эта баржа – самый такой лакомый кусок, да? Вот эта? Да, вот баржа, которая затонула. А там? Да. Ну, а его вряд ли вытащить, если только трактор, а так никто не вытащил. Они же пытались вытаскивать. Не получится. Не получится. Надо кран его сюда. Большой кран, потом-то там можно вытащить. А это что? Сейчас, над ней еще, там еще какие-то там железки может есть, может там еще грязи. Затонувшая баржа уже давно не дает покоя людям, желающим поживиться на ее продаже. Местные говорят, что здесь под водой лежат еще сотни потерянных торпед и снарядов. На поверхности, как катера ходят, корабли ходят, как подводные лодки ходят, так и испытывали. Так же на Черном море. Испытывали. Говорят, что выбрана эта территория не зря, да? Потому что максимально морское. Да. Вода морская. Некоторые офицеры, как говорили, служили на океане. Волна Иссыкульская расшибает больше, чем, как, укачивает, чем на океане. Об уникальности здешних вод говорят практически все, кто живет рядом с военной морской базой. Во-первых, она не замерзает зимой, а значит, испытания можно проводить круглый год. По составу вода близка к морской, что позволяет отслеживать, как поведут себя торпеды в реальных морских условиях. Кроме того, озеро высокогорное, глубоководное и замкнутое, что исключает возможность отслеживания за испытаниями и перехвата бросов новых торпед. Словом, от этой базы Россия вряд ли откажется когда-нибудь в перспективе. Хотя попытки ее выселения были приняты неоднократно. Часть инфраструктуры, например, относится к госкомпании «Дастан» и «Улан», которые также проводят испытания мелководных и глубоководных торпед. И, конечно же, вся их деятельность держится в строжайшем секрете. А люди зачастую их деятельностью и вовсе не интересуются. Люди, что в урановом поселке Каджисай, что тут у военной базы живут ностальгией. Старшее поколение любит вспоминать советские времена, которые, по их мнению, были самыми благополучными. А молодые стараются покинуть эти живописные края в поисках лучшей жизни в тесных и шумных городах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok